Спасибо. 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 Белғы жылы оқы жылынан бастап Жансуғуруф Мемлекеттік университетнің студенттері қоғамдық сананы жаңғырту жетсу өлке тану Қазақстанның табеги тарихы мұрасы атты жаңа пәндер мен жетсу тарихы элективті курсын оқуда. Жастар үшін әлемдік танымал кітаптарды аударуға бағытталған жетсудың жастарға тартуы атты жобасы жас өлке танушылар мен туристердің менің ғотаным Қазақстан обыстық форумын өткізіледі. Жалпы бұл бағыт бойынша 2017-2022 жылдары 878 миллион тенгеге 40 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Хорошую поддержку со стороны меценатов и предпринимателей уроженцев жетсу нашла подпрограмма Атамикен. Только в рамках спецпроекта Туганзер в прошлом году реализовано 193 проекта. Среди них вот таких весомых культурных объектов, как Мемориальный музей Батар-Бабалар, историко-культурный центр первого президента лидер нации Атамикен. Особо стоит отметить важные социальные проекты. Это строительство холдингом БН Инвест 17 жилых домов для социально уязвимых слоев населения в селе Чемалган Карасайского района на сумму 160 миллионов тенге. Реконструкция заброшенного парка, строительство детской площадки и футбольного поля в селе Аш-Шабулак Ембеш-Казахского района. Проведенные предпринимателем владельцем Туа Малбио Аскаром Сабировым, чья компания занимается высокотехнологичным выращиванием овощей и фруктов. Большая работа силами мецената, председатель совета директоров Туа IBM групп Азамата Малдакасымова проведена и в Балхашском районе. Построена начальная средняя школа, детская площадка, осуществлен ремонт сельских дорог, проведена линия освещения. В общей сложности предприниматель инвестировал в развитие села Баяулы свыше 650 миллионов тенге. Известный меценант, президент корпорации Жирсу Бауржан Оспанов оказывает поддержку молодежи и в развитии бизнеса. В рамках семинара Бастау Камп в Алакольском районе 12 лучших старпапов молодых предпринимателей получили гранты в размере до 1 миллиона тенге. Глава крестьянскохозяйства Тимирлан Шайнусипов, включившись в реализацию программы, построил в селе Актерек Жамбульского района 20 жилых домов на 140 миллионов тенге. В родном селе он обустраивает детские спортивные площадки, строит дороги, детские сады. И таких примеров социальной ответственности бизнеса в нашем регионе можно назвать множество. С начала текущего года в области в рамках Туганжир ведется реализация еще 80 проектов на общую сумму 4,2 миллиарда тенге. Среди них строится физкультурно-оздоровительный комплекс в селах Алакольского района, Харасайского района и Раимбек, в селе Раимбек, Харасайского тоже района. Школы в селе Туздубастау в Кировлазском районе, дома для патронатной семьи в Алакольском районе. И буквально два дня назад мы открыли памятник Жамбулжабаеву в селе Узнагач, который был полностью построен за счет средств фонда. Памятник Великой Макону мы таржесын открыли, как я сказал, на днях 2019-м, 2022-м году запланирована реализация еще 122 проектов. На суму свыше 5,5 миллиардов тенге. Осы атқарылған жұмыстардың бәрлігі қалқа акпарат құралдары алқылы жетіп отыр. Рухани жанғыру бағдарламасын белсенді насиқаттаған үздік 21 журналистке облыста арнайы самғау сейліғын тағайындап жыл соңында тұңғыш рет тапсырдық. Жеті номинация түрмен енді бұл премьер жыл сайын берілетін болады. Дәл осындай ақ қауырсын әдеби сейліғыда тағайындалып, бұл марапат рухани жанғыру бағдарламасы аясында жетсу көктемі атауымен өткен жас әдебетшілердің бірінші форумында табысталды. Жалпы Атабетек Алматы обысында рухани жанғыру бағдарламасының ғорындалуы тұралы бұқаралық ақпарат құралдарында 8773 мақыла жарық көрді. Сонымен қатар 2017 жылдан бері өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен 59 брифинг өткізілді. BBC телерадио компаниясы мен бірлесіп жетсу бейне ролігі түсірілді. Оның бүгінге дейін жер шарының 470 миллион көрермені тамашалады. Қазір екінші бейне ролікті түсіріп жұмыстары жүріп жатыр. Өңірдің туристік тартуындылығын насиқаттау мақсатында обыстық жетсу телеарнасы мен жас таланттар бірлесіп, «Welcome to JTSU» көркем филімін түсіруде. Обыста республикалық рухани жанғыру журналы жарқ көре бастады. Рухани жанғыру бағдарламасының маңызды бір бағыты латын графикасына көшу. Обыста ақпараттық насиқат жұмысымен өңірдің 38.380 тұрғыны қамтылды. Жалпы латын кәрпіне көшу мәселесі аясында 2017 жылы 300-ден астам түрлі тақырыпта шаралар өткізілді. Латын әліппиінің қолданылуы қазақ жазуы әдестемелік құралдары шығарылып таратылды. Бұқылақ ақпарат арқылы латын әліппиі өркенетке тұра жол атты сериалық бенек роликтер көрсетілімі үмдастырылды. Жалпы бұл бағыттағы жұмыстарды алдағы уақытта да үзіліссіз жасаймыз. Сонымен қатар жаңа форматтағы тұң шаралар көптен қолға алына бастады. Мәселен журналисттермен, блогердердің қатысуымен орбылак шайқасының ізімен атты ақпараттық көвесті өткізілді. Кастолғыс ақпараттық алаңың үйімдастырылуымен Алакүл Самер Скул блогерлерге арналған мектеп жобасы 2017 жылдан бері жұмысын бастады. Сондая қазіргі кезде дайындалып жатқан талдықырған мен сені сүйемін мюзикл өңірдің көрікті жерлерін көрсету және туризмды дамытуға ұқпалы етеді деп ғойлаймыз. Жалпы облыста 2017 жылы рухани жанғыру бағдарламасы бойынша 8000 үш шара өткізіліп оған 1 миллион адам тартылған. Олардың қатарында жоғарда ата ғандар мен қатар облыстағы өнер ұжымдарының қатсу мен қайымдылық концерттер, дөңгелек үстелер, конференциялар, мәдени байқаулар және тағы басқа шаралар бар. Жермабрыншы, Жермайекенше, 21-22 июня Алматинской области совместно с Министерством по делам религии и гражданского общества запланировано проведение республиканского форума АСАР, вклад местных сообществ устойчивого развития региона, в работе которой примут участие представители местных исполнительных органов НПО и бизнес-структур. Күрметті журналистер, елбасы өзінің рухани жанғыру бағдарламасының елдің ұлттық рухани тамырын нәрлендіру ұлттық кодты, ұлттық бірліктікті сақтай білу бақытында үлкен міндеттер жүктеді. Мемлекет башысы осы қасеттерге қол жеткізе отырып, заман талабына сай өмір сүргенде ғана басекеге қабілетті бола алатынымызды атап айтты. Вақыт ағымнан, заман көшінен кейіндеп қалмас үшін осы міндеттерді тиянақты жүзеге асыруға бізде барлық мүмкіндіктер бар. Алдағы уақытта осы бағытты, бағыттағы жұмыстар жалғастарын табады деп айтамын. Назарларыңызға рахмет. Аманды ғабасылы біздесігі алғысымызды айтамыз. Күрметті әрттестер, сөз кетегі сізде сұрақ бөлімне көшеміз. Добрый день, Международное информационное агентство «Казинформ» Гульмира Сарбасова. Хотелось бы задать вопросом, Гильдей Габасович, что, на Ваш взгляд, стало стимулом для житысульских меценатов, рекордсменов по вложению средств в социальную инфраструктуру и соцобъекты? Спасибо. Ну, я думаю, во-первых, сама программа, она настолько значима, и когда она прозвучала, мы у себя тоже создали проектный офис, создали, разработали специальные мероприятия, потом обратились к нашим бизнесменам, меценатам, людям, которые могут это сделать и бескорыстно, и, естественно, мы параллельно с тем, что вот социальные объекты начали работать над тем, чтобы вот какие-то значимые должны быть центры, которые именно определяют смысл вот этой программы «Рухани Жангру», что у нас возрождение духовного богатства нашего земли, очень богатого края ЖИТСУ исторически. И, естественно, мы придумали вот этот проект «Батар Бавалар», и там изъявили желание участвовать наши бизнесмены. И мы совместно построили, это прекрасное такое место получилось, недалеко от города Алматы, и на сегодняшний день туда ездят со школ, как области, так и города Алматы, чтобы узнать вот нашу историю. Мы все говорим, что нет будущего без истории, и молодое поколение это должны знать. Там все периоды развития, становления нашего казахского государства со времен САКов и кончая вот современным периодом под руководством нашего первого президента. Второе вот значимое событие, то, что мы в селе Чемалган построили центр Атамикен первого нашего президента Нурстана Апича Назарбаева. Вы знаете, что был такой вообще музей у нас в селе Чемалган, он находился в школе и занимал три небольших помещения. Там занятия шли, уроки, а многие, естественно, хотят приехать на родину нашего первого президента, посмотреть период его жизни, на его примере учиться. Ну и это было очень неудобно. И были моменты, когда хотели эту школу переделать под музей, но президент запретил. Он сказал, не надо, не обижайте детей, пусть они учатся. И оттуда вот вышла идея, и мы создали вот такой центр. И тоже бизнесмены вложили свои деньги, он полностью, все здание построено за счет спонсорских средств. Вокруг парковую зону мы обустроили, сделали. И на сегодняшний день это очень такой, я считаю, значимый такой центр. И вот именно в духе Рухани Жангру, там есть и вторая тема, то, что наши бизнесмены именно захотели тоже участвовать в этом. Тоже получился вот такой значимый проект. Ну и самое главное, то, что вот социальные проекты я перечислил, я не буду опять их перечислять дальше. Вот, и на сегодняшний день это не останавливается. Есть много других идей, и мы уже в этом году несколько очень, я считаю, хороших таких, нужных для молодежи спортивных комплексов построим. Вот, современных с спортивными сооружениями и плоскостными сооружениями во дворе. Они современные, вот не хуже, чем в любой европейской стране. Это все за счет спонсоров. Но проекты мы вместе рассматриваем. Вместе рассматриваем и принимаем окончательное решение. Спасибо. Следующий вопрос. Казахстанская правда, Александра Власова. В Алматинской области строится новый театр, где уже осенью вы планируете провести международный фестиваль. В чем особенность данного театра, и можете рассказать более подробно об этом проекте? Спасибо. Это, я считаю, очень хороший проект. И вы знаете, в Талтыкургане, это областной центр такой же, как все, но в Талтыкургане проблема в том, что сам театр есть у нас имени Бикен Римовый. И очень хороший. И актерский состав настолько вообще талантливый. Вы знаете, во всех сейчас современных фильмах они участвуют, снимаются в главных ролях. Но у них нет настоящего театра, где чтобы звукотехника, акустика, все соответствовало для того, чтобы они могли реализоваться. Вот мы буквально три дня назад их проводили. Они на международный фестиваль поехали в Казань. И все время говорят, как мы там будем соперничать с Безруковым Сергеем. Мы говорим, не бойтесь, глаза боятся, руки делают. Ваш талант победит. И мы им там напутственные слова сказали. Они поехали. Естественно, когда видишь таких талантливых людей, хочется им что-то сделать. Но и потом мы две цели преследовали. Любой театр, он будет потом еще как архитектурное украшение нашего областного центра. И градостроительный там узел появился. Потому что вокруг театра благоустройство, фонтаны. И мы там предусмотрели все современные вот эти новшества для того, чтобы применить акустику современную. Очень современную. Я думаю, мало будет таких театров, где очень современная звукотехника и акустика. Ну и там есть не просто общий зал, где это будет проходить спектакль. Есть второй зал, где будет проходить репетиции. И все соответствующие там костюмерные, другие. Все, что необходимо для любого нормального современного театра. И в скором времени мы обещали им сдать. И спасибо Министерству культуры, министру. Они обещали вот второй международный вот такой фестиваль театров провести у нас в Талтыкургане. Мы к этому готовимся и знаем, что это очень ответственно. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос, коллеги. Лаура Амонтаева, Казымфорум. У меня вопрос касательно проекта «100 новых лиц Казахстана». Как известно, из вашего региона вошел молодой парень Ильдос Баэл Жбаев. Мы знаем, что он открыл первый фитнес-центр в регионе для людей с ограниченными возможностями. Что он открыл пансионат на берегу Алаколя. Хотелось бы узнать, как на сегодняшний день обстоят дела у этого юноши. Какая ему поддержка оказывается. Спасибо. Спасибо. Вообще очень хороший вопрос. Я, поражаясь мужеству этого парня, он попал в тяжелую ситуацию, в аварию, и у него, естественно, там проблема. Он не может ходить, отказали ноги, но он не сдался. И решил, я его раньше, честно, не знал, когда он выиграл первый стартап, и мой заместитель меня познакомил с ним. Он делает такие вещи, которые здоровые ребята не могут делать. Он, наоборот, помогает тем людям, которые тоже так же пострадали. Вот, революционный центр создал, сейчас пока он расположен в жилом доме, полуподвальном помещении. После этого он на берегу Алаколя вот этот оздоровительный центр создал. Еще придумал такую вещь, что мы ему дали, у нас есть очень хороший центр обслуживания молодежи, и там мы ему выделили помещение очень хорошее. Там у него сидят ребята, дежурят. Если какие-то инвалиды или кому-то, кто болеет, тяжело, нужно необходимую помощь, чтобы их отвезти куда-то или откуда-то привезти, это бескорыстно, без оплаты. У него есть специальные водители, адреса, люди, которые хотят помочь любому человеку в любое время дня и ночи. И он им посылает машину, они его отвозят, привозят. Это, казалось бы, небольшая такая, несложная вещь, но я считаю настолько богато вот этим, ну, духовное богатство имеет в этом. И мы ему помогаем, мы ему помогаем. Сейчас он хочет строить центр уже официально. Вот он выиграл опять грант, где-то 50 тысяч евро, да, кажется? Да, мы ему помогаем. Сейчас землю мы ему выделили, будем туда привлекать строителей, поможем, чтобы это. И что еще, я меня поразила, недавно у нас в Алмате был такой ветеранский турнир по волейболу, мы там играли все. И ко мне подошел отец одного волейболиста, который получил трампу, у него обе ноги отказали. Он говорит, Амады Гаваш, у вас в Талдыкургане есть центр Асара, вот там, говорит, лечит таких детей, вот как мой сын. И показал, там двухметровый парень ходить не может. Он говорит, можно его туда отвезти, ему помочь. Вот три дня назад я Жахслу Хамаровичу сказал, говорю, найди срочно, привези их. Уже о нем, видите, в других регионах говорят, об этом мальчике, вот, к Ильдосе, который вот помогает людям. Я думаю, таким ребятам Бог воздаст и только с хорошей стороны. И дай Бог ему силы, мужества, мы будем рядом и будем ему помогать. Вот он пример многим людям, и мы его без колебаний включили в сто новых лиц Казахстана. Вот пару ханежангру. Спасибо. Пожалуйста, следующий опрос. Егемен қазасын. Былтыр желтоқсанайында Алматы облысында Атамекен тарихи мәдени орталық ашылған болатын. Осы орталықты кешенді ашуға не тұрт күбілді және оның мақсатымен идеясына тоқталып өтсенгіз. Рахмет, жа мен айттым, бұрын бізде Шемалғаналында, сөзерде қарасай батыр атындағы мектеп бар. Сөзерде үш бөлмеде жағындай музей болған елбасымыздың. Со музейді қалай кенгейтуге болады. Ожырге көп адамдар келіксі келеді, көріксі келеді елбасының өмір, жолын, туған жерінің, қай жерде оққанын, қай жерде жүргенің, соның бәрін. Но она оңғайсыз мектептің ішінде. Кезінде бұлай шешім қабылдап, со мектепті босатып, балдарды басқа мектепке көшіреміз, сөзерде музей жүрсаймыз дегенде, оны елбасы естіп, тікелей тапсырма берді. Балдарды мектептен шығармаңдар, оныңдай, нені, істерді жаса маңдар деп. Сол үшін балдар со жерде оқуатыр, содан кейін біз со жоба жасап, но жобамыз жақсы шықты өте, сонда, не, мағынасы терен жоба, и, сол, соны қалай іске асырамыз деп жүргенде, мұна рухани жаңғыру деген бағдарламан шықты елбасына. Сонда, сөз жердегі меценаттар, бизнесмендер өздерінің өлесін қосып, сөз жерден сол орталық салынып іске қосылды. Оған бізге үлкен көмек көрсетті мұнау орталық музей, өз жердегі астанадағы республикалық, содан кейін президент, бірінші тұңғыш президенттің орталығы, тұңғыш президенттің кітап қанасы, солар өзінің экспонаттарын беріп бізге, қазір өз жердегі біздің ұжық қорымыз бар өзіміздің, сөз жердегі. И, со музейдің жан жағы, сөз жердегі чемалға науылының сондай адамдар келетін, демалатын орталыққа арналып кетті. И, мен жаңа айттым, қазір кезде, бірінші кезде көп адамдар оны аса білмесе, қазір шетелден келіп, сөз жерге экскурсиялар жасағатыр. Алматтағы турист нелер, агенсты олар. И, бұрталай, сондай адамдар келіп, сөз жерде аралап көріп, өзінің пікірлерінің жазып айтып кетті. Құрметті баспасөз, маслихатқа қатысушылар шарамызы қорта келе. Рухани жаңғыру бағдарламасын жүсеге асыру аясында елімізде, оның ішінде Алматы облысында да қоғамдық саныны жаңғырту бағытында жобалар қолға алынып, мақсатты жұмыстар атқарылып жатқаны көріп отырмыз. Ерекше айта кетсек, бұйылғы жылы облыста екі тарихимаңызы зор жоба іске асырылатын болады. Оның біреуі Орбұлақ шайқасының 375 жылдығына арналған Орбұлақ мемория алды кешені, ал екіншісі Талғар ауданы жаңалық ауылындағы Саяси құғын сүргін құрбандар мүзеі. Сонымен қатар бағдарламаны жүзеге асыруда облыс меценаттарының қомақты үлестерін қосып жатқандарын жеке айта кеткеніміз жүн, жалпы екі жылда демеушілер сейсебінен бөлінген қаржы 9 және 4 миллиард тенгені құрады. Сондаяқ өткен жылы тек туған жер арнайы бағдарламасының аясында демеушілердің көмегімен жалпы 193 жоба жүзеге асырылды. Олардың қатарындағы еле өле мәдени нысандар республика бойынша тендесі жоқ жалғыз батыр бабалар мемориалды мүзегімен Қазақстан республикасының тұңғыш президентінің атамекен тарихи өлкеттану орталығының іске қосылғандығын атап өтуге болады. Амандық ғабасулы бұл жұмыс тек Алматы облысының дамуына емес, барша Қазақ елінің ұлғайына өлесін қосатына үміттес, біз сізге көп рахмет. Құрметті әртестер, берсенді қатысқандарыңыз үшін сізге де көп рахмет. Үбажаймын коллеги, есі еші вапросы, пөжалысты. Қазақ елінің үшін сізге де көп рахмет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...